Мы сравниваем его с его учителем Николаем Николаевичем Буголюбовым, которого он безмерно уважал и всем восхищаемся. Буголюбовский стиль я бы описал по-другому. Это такая сила и мощь, пытающаясь все на своих пути к цирке. Стиль Василия Сергеевича другой совершенно. И у каждого у нас в отделе он старался прислушиваться к способностям, талантам сотрудников и воспитывать в соответствующем стиле, чтобы человек раскрыл свои наиболее сильные стороны. Это был стиль Василия Сергеевича. Буголюбовский стилей сейчас имеет диктор Валентин Чудиня. С Василием Сергеевичем и меня связаны с многом и семинарием. Я с его творчеством знакомился раньше, конечно, чем с ним за ним. Когда я был студентом вещества МАТО, то мне мои друзья из всех рассказали, что мы учим математическую физику Владимирову. И я взялся изучать. И вот с тех пор этот учебник как бы вошел в меня, я бы даже так сказал. И если что-нибудь не так, где-то там, то я, конечно, вот именно справляюсь по Владимирову, а не по какой-нибудь другой. Вот несмотря на то, что вот совершенно в другом месте учился. Вот. Ну и три книги, его я, как говорится, прочитал от корки до корки. Это вот книга по математической физике, книга по теории переноса, это, ну, это уж по долгу, так сказать, службы. Вот. И еще одна книга, это «Я сын трудового народа». Вот. «Я сын трудового народа». Совершенно замечательная книга. Я бы сказал, что книгу в теории переноса невозможно понять, не прочитал вот эту книгу. Потому что, потому что там все написано, а как это создавалось вот в этой книге «Я сын трудового народа». Она, надо сказать, редкостная по искренности, эта книга. Редкостная по искренности. И вот, когда я ее прочитал, я увидел, что Василий Сергеевич там престиционирует, я говорю, православный. Я подхожу к Василию Сергеевичу на каком-то вот, ну, даже можно точно сказать, что это вот декабре. Я говорю, «Василий Сергеевич, вы что? Обязательно причаститесь!» Он послушался. Уже в следующий раз, когда мы с ним наверное встретились, вы знаете, я Вас послушался. Вот так он мне ответил. Вот это какое-то обостренное чувство, я бы сказал, вот, правды, пути какого-то. Вот. Дальше едем мы с ним, когда мы были в Кумышкане, эта конференция была под Ташкентом, Кумышкан такая конференция была. Вот. И мы там возвращались, значит, сидела Нина Яковлевна, Василий Сергеевич и вот ученики сидели, Василия Сергеевича, там вот, ну, много учеников, кто не помню, но я тоже там оказался, и вдруг пошел к нам разговор такой, а почему русские женщины так ценятся в мире? И вот Василий Сергеевич здесь высказывает такую вещь. «Русские женщины потому так ценятся, сказал он, потому что они умеют погонять мужчин». А я ему отвечаю, «Знаете, Василий Сергеевич, а мне кажется, что потому что они сами очень здорово тянут». И тут Василий Сергеевич засмеялся и говорит, «Да, одно другому не противоречит». Собственным примером показывали, как это. Ну вот, вот такой вот. Теперь у нас был Аркадий Арнавьевич Бриджев, в институте поступал, из Сарова. Это было года два назад. И вот я пригласил Василия Сергеевича, а Масленникова, Михаила Валерьяновича попросил приемную цель состоять. И вот Василий Сергеевич приехал, сам приехал, подарил Аркадий Арнавьевичу книжку свою «Я сын трудового народа». И потом пошли в музей Келлыша. То есть вот здесь такая его какая-то довольно активность проявилась. Ну и надо сказать уж, я закончу тем, что из всей его жизни вытекает, что вот это поколение, оно сделало совершенно колоссальное дело не только для страны, но и вообще для мира. Они же прекратили все войны. Все войны. То есть все глобальные войны прекратили, потому что раньше три раза в столетие на нашу сторону Батария, теперь нельзя. Некоторые локальные войны прекратили, потому что создав атомный реактор, и теперь Германия и Франция ввали три раза в столетие, а теперь нельзя, потому что во Франции там ядерная энергетика 89% от всей Чернобыльского. Вот это все, вот что сделало замечательное поколение. Ну вот за этих наших замечательных ученых, за этих наших учителей, я предлагаю следовать память России Семеновичу.